Здравствуйте! Тема нашего занятия про описание приставок «при» и «при». «При» или «при»? «При» или «при» — это совсем не секрет. На содержание слова «смотри» сразу получишь ответ. Прибыл ли поезд? Приплыл пароход? Космонавт прилетел из Вселенной. Обо всех, кто придет, прилетит, приплывет, пишется «при» несомненно. Винт привинтил, прикрутил колесо, приклеил, пришил умело. Помни, что пишется «при» обо всем, что добрые руки приделали. Язык прикусил, не совсем откусил. Пригорело — не значит горит. Помни, что сделано, но не совсем, пишут с приставкой «при». В словах «при» школьный, «придорожный» напишут также «при». Мы видим здесь значение пространственной близости. Итак, значение приставки «при» — это приближение, присоединение, пространственная близость и неполнота совершения действий. Следующая приставка «при» и ее значение. Итак, «при длинный» достанет до крыши рукой, «при жадный» не даст вам конфету. Если «очень такой» или «очень сякой», «при» мы напишем при этом. Итак, дожди непрерывные льют в октябре, но грамотным дождь не преграда. Где очень похожи «пери» и «при», там только «при» ставить надо. И значение приставочки «при». Это высокая степень качества. И второе значение приставки близко к значению приставки «пери». Поработаем с алгоритмом. Итак, если можно заменить приставку словом «очень» или приставкой «пери», то мы должны написать «при». Если это невозможно, то должны определить, если в ней значение «чуть-чуть», «друг к другу», «близко», «около». Если можно, то напишем «при». Если нет, то должны посмотреть словарь. Итак, задание. Ставить пропущенную букву. В слове «при интересный». Если можно заменить приставку словом «очень» или приставкой «пери», то мы должны написать «при». Посмотрим. Итак, очень, при, при интересный. Следующее слово. Слово «пришкольный». Если можно заменить приставку словом «очень» или приставкой «пери», то мы должны написать «при». Если же это сделать невозможно, должны определить, есть ли в ней значение чуть-чуть друг к другу, близко, около. Давайте с вами посмотрим. Итак, близко, около, пространственная близость, приставка «при». И слово «прешкольный». Следующее слово. «Приехал». Снова обращаемся к алгоритму. Если можно заменить приставку словом «очень» или приставкой «пере», то должны написать «при». Если же это сделать нельзя, то должны определить, есть ли в ней значение чуть-чуть, друг к другу, близко или около. Мы должны написать «при». Давайте с вами посмотрим. Итак, друг к другу, приближение, приставка «при». «Приехал». Следующее. «Приоткрыл». Если можно заменить приставку словом «очень» или приставкой «пере», то должны написать «при». Если это сделать нельзя, то должны определить, есть ли в ней значение чуть-чуть, друг к другу, близко, около. Написать должны «при». Давайте посмотрим. Чуть-чуть неполнота действия «при». Итак, подведем итог. Правописание приставок «при» и «при» зависит от значения. Примечание. Во многих случаях написание слов, начинающихся с «при» или «при», необходимо проверять по словарю или запомнить. Это бывает, когда трудно определить значение приставок, или же они стали частью корня. Возможно также, что слова просто стали иноязычными. Спасибо за внимание.